Дай бог. Роман Григорьевич, вопрос на языке вертится по поводу Штатов и почему они не хотят таки давать вот эти баллистические ракеты дальнего действия. В чем загвоздка? То есть они боятся эскалации конфликта. Какой эскалации конфликта? Неужели опять к ядерке возвращаемся? Или, знаете, сидя в Украине, уже переживая блэкаут за блэкаутом, бомбежку за бомбежкой, видя, что творится на фронте и так далее, ты думаешь, что еще какой эскалации можно ждать? Плюс, ну видно же, что армия, да не вторая армия мира. То есть натовской армии точно ее не нужно бояться. Ну, к примеру, если мы говорим о вторжении в страны НАТО, хотя мне кажется, это как-то совсем нелогично, судя по состоянию российской армии. Какой эскалации они боятся? Просто здесь надо понимать, часть политикума администрации президента, это часть та, в которой есть такие фамилии, как Бернс, как Салливан, это часть политикума, которая не хочет выхода за пределы Украины боевых действий. А разве это возможно, Роман Григорьевич? Это невозможно, так как уже вышли боевые действия за пределы Украины, они уже ведутся на территории России, горит и Белгородская, и Курская, и Брянская область, и Ростовская, и часть Воронежская. То есть уже эта война не может остаться на территории Украины, она обязательно будет на территории России, как минимум на глубину, а вот здесь дальше как раз уже включается математика и то, почему боятся эти товарищи, будем так говорить в кавычках. То есть часть политикума, часть администрации президента Байдена, она боится то, что сейчас мы достаем, допустим, армейской артиллерии или высокоточными теми системами, которые у нас есть, грубо на глубину 100-150 километров. Вот они боятся, чтобы мы не доставали, допустим, на глубину в 300 километров, а там, где Атакамсы, там и ПСМ, а ПСМ это 500 километров ракет, это типа Атакамсы, только чуть дальше, тоже работают с тех же Хаймерсов, с пусковых установок. То есть дальнейшее разрастание вот такого уровня на такие дальности ракет, а это ракеты уже чуть другие, это ракеты с боевой частью больше 200 килограмм, это ракеты, которые очень сложно сбить, это баллистические ракеты и такого уровня вооружения, оно доставать уже будет и до Москвы, в том числе у нас сближается шире точки, допустим, Украины в районе середины Гуды, это под Сумская область, чуть больше 400 километров до Москвы, то есть в принципе с ракетами ПСМ мы уже можем и работать по военным объектам столицы России. И вот именно вот этой эскалации и опасаются, слово опасаются, может быть другое применено, может быть эти люди как-то заангажированы в том, чтобы не разрасталось эти военные действия за территорию Украины на определенное расстояние. Может и такой вариант быть, это все-таки политикум, политикум такого уровня, то есть это геополитика, и здесь люди могут быть и с одной стороны политически простимулированы, а с другой стороны заангажированы и разными другими моментами, потому очень сложно об этом гадать, но понимать то, что мы это понимаем, конечно, для понимания самой ситуации, то есть это вот такого рода действия. Роман Григорьевич, смотрите, ведь если теоретически мы достаем ракетами до Москвы, давайте зауважим на украинском, мы бьем исключительно по военным целям, по аэродромам, чтобы оттуда не взлетали самолеты, которые бомбят украинскую инфраструктуру, мирные города, по хранению, опять-таки, я так понимаю, нефтебазы, заправные станции и так далее. Мы не бьем по мирным историям. То есть я так понимаю, если мы достаем эти цели военные, то мы так приближаем, ускоряем нашу победу, потому что мы лишаем противника оружия и то, с чем он к нам приходит убивать нас. Вот если мы туда не достаем, получается, военные действия растягиваются на больше период времени. Да, точно. Это как раз прямая зависимость. Это опять математика войны, вы сейчас правильно подметили. Чем дальше мы будем доставать, чем дальше можем уничтожать боевые порядки и военные объекты нашего противника, тем быстрее война закончится. Естественно, чем мы меньше можем работать по дальности, тем, естественно, война будет продолжаться дальше, больше и больше. Это, кстати, может быть как раз тоже быть элементом той же заингажированности в некоторых кругах наших партнеров. То есть они могут как раз быть сторонниками вот такой растяжки, затяжки этой войны. Допустим, сейчас есть информация. Ну, не информация, это тоже всем понятно. То, что в 2024 году, как минимум, в России, в Америке и в Украине в том числе будут проходить определенные выборные процессы, потому они могут затягивать эти все окончания войны, как раз выгадывая под 2024 год. Причем это выгодно и нашим политикам в том числе.